Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Марины Рябцевой. Сегодня у нас в гостях руководитель следственного отдела по городу Чебоксары Кандасов Константин Анатольевич. Здравствуйте, Константин Анатольевич! Во-первых, хотела поздравить вас с праздником. 25 июля – это день сотрудников органов следствия Российской Федерации. Насколько знаю, праздник отмечается впервые. Почему 25 июля? Что за история этого праздника? Добрый день! Во-первых, хотелось бы сказать, что по становлению правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года учрежден данный праздник – День сотрудников органов следствия. Этот день выбран не случайно. Он будет отмечаться каждый год, 25 июля. В этот день, в 1713 году, Петром I была учреждена следственная канцелялия Волконского. Это первый следственный орган, который являлся независимым от других ведомств, подчинялся напрямую главе государства. Данное ведомство расследовало особо опасные преступления, в том числе коррупционные преступления, такие как казнократство, взяточничество, служебные подлоги. И как раз Следственный комитет Российской Федерации в нынешнем ее формате, он исходит из истоков, которые обозначены были Петром I. То есть в настоящий момент Следственный комитет – независимый орган, который подчиняется напрямую президенту Российской Федерации, то есть главе государства. И он независим от других ведомств. Ну, еще раз поздравляю вас и всех ваших сотрудников. Кстати, насколько большой следственный отдел в Чебоксарах? Сколько человек трудится там? В следственном отделе по городу Чебоксары трудится около 30 сотрудников. Большинство из них – следователи. Они занимаются расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории города Чебоксары. Нашим представителям расследуются такие серьезные преступления, как убийства, преступления на сексуальной почве, коррупционные, должностные преступления, преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, лицами так называемого особо правового статуса – это депутаты, адвокаты и так далее. Нагрузка очень серьезная, наследователь ложится, требует постоянного внимания, концентрации, но им удается с честью выполнять поставленные перед ним задачи. Так можно привести некоторые цифры. В текущем году, в первом полугодии, нашему отделу направлено в суд 155 уголовных дел, всего же в производстве находилось 340 уголовных дел. В среднем нагрузка на одного следователя – около 6-7 дел. При этом он одновременно еще занимается рассмотрением сообщений о преступлениях, то есть в производстве параллельно еще находится около 10 материалов проверки. В общем, следователи работают практически без выходных, приходится работать и днем, и ночью, поскольку сообщения о происшествиях поступают круглосуточно. Так, следователь во время дежурства может выезжать на 4-5 сообщений, из которых половина криминалов. И по всем этим сообщениям необходимо привести весь комплекс процессуальных и следственных действий и организовать работу оперативных служб, экспертных служб, которые нам не подчиняются. Тяжелая работа. А какие самые громкие дела в вашей практике? Ну, что касается нашего отдела, то в текущем году нами направлено суд несколько уголовных дел в отношении сотрудников исправительных учреждений Чувашской республики, которые получали взятки за параллельно сотовых телефонов для передачи заключенным. Также можно упомянуть громкое уголовное дело, возбужденное по факту убийство крестной матерью своей крестницы, которую она затолкала в кордонную коробку и там оставила ее на несколько часов, в результате чего она скончалась. В последнее время наблюдается рост преступлений на сексуальной почве в отношении малолетних. В текущем году, например, вынесен приговор в отношении пенсионера из Чебоксара, который на протяжении двух лет совершал насильственные действия сексуального характера у себя на даче в отношении шести малолетних девочек часть из которых были несовершеннолетние. Также в рамках этого уголовного дела был привлечен к уголовной ответственности сотрудник полиции, который прикрывал данную незаконную деятельность. Стоит упомянуть о том, что в последнее время наблюдается рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков среди подростков, а также непрекращающиеся уголовные дела, возбуждаемые по фактам размещения в социальных и фалообменных сетях экстремистских материалов. А как появилась-то любовь к такой профессии? Небось, из детства, из фильмов? Чего ждали? Романтику, наверное, какую-то изначально? Ну, я всегда мечтал работать следователем. Не думаю, что сказались просмотры фильмов. Не думаю, может быть, больше книги, детективы. Действительно, в последнее время мы видим по телевидению достаточно много сериалов детективной тематики. Ну, я бы хотел упомянуть два сериала, которые близки к тому, что происходит на самом деле при расследовании уголовных дел. Это следствие ведут знатоки. Это сериал советский, сериал, который в настоящее время не показывают уже, к сожалению. Хотя, я думаю, начинающим следователям его интересно будет посмотреть. И «Тайны следствия», популярный сериал. Это неправдивый, да? Похожий на работу. Ну, да, они более-менее правдивы. Но, конечно, многие вещи там – это выдумка авторов, не соответствуют реальным фактам. То есть, следователи, молодые специалисты, которые, основываясь на просмотре этих фильмов, приходят к нам на работу, думают, что у нас такие же романтичные истории, которые показывают в этих сериалах. Однако, сталкиваясь с реальностью, с действительностью, скажем так, с грязью, которая происходит в нашей работе, они меняют свою позицию. И которые желают работать, которым интересна работа, они у нас задерживаются надолго. Ну, а те, кто не выдерживает, такие, к сожалению, тоже есть. Тяжелые нагрузки. Они увольняются, переходят в другие ведомства. А какой самый тяжелый период? За сколько времени это определяется? Могу работать, не могу работать следователем? Я думаю, период становления следователя – это примерно два года. Было желание когда-нибудь бросить все и более спокойную работу себе найти? Такого желания не было. Вся моя профессиональная карьера связана со следствием. То есть, я сам работал следователем, и работой в прокуратуре надзирал за следствием. В настоящее время возглавляю следственный отдел. Но следствие – это умственная работа, требующая постоянного внимания, концентрации. Она заставляет думать, размышлять, искать выхода из различных ситуаций. Иной раз расследование дела превращается в некий пруссальный поединок между адвокатом и следователем. Но в то же время следователь может видеть результат своего труда. То есть, он раскрывает преступления, устанавливает виновных лиц, помогает потерпевшим. И главный результат – это внесение судом приговора, которым виновное лицо признается виновным и получает наказание. Спасибо большое, Константин Анатольевич, за интересную беседу. А я напоминаю, что сегодня в программе «По существу» был руководитель следственного отдела по городу Чебоксары, Кондасов Константин Анатольевич. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова